В Иркутске в одном из торгово-развлекательных центров по решению суда закрыли крупный детский парк из-за нарушения требований пожарной безопасности. И дело не в том, что там нет огнетушителей или заблокированные эвакуационные выходы. Причина в расположении игровых. Они находятся на четвертом этаже. Почему это опасно и, главное, каков риск, что детские развлекательные заведения будут закрывать и в других торговых центрах региона, разбиралась Юлия Шинкарюк. Скоро эта вывеска исчезнет с Иркутского торгово-развлекательного центра, как и сам детский парк. Ранее его уже закрыли. Как тогда казалось, временно. Однако теперь суд постановил, игровые вовсе нельзя эксплуатировать. Причина размещения парка на четвертом этаже – это нарушение строительных норм и правил, принятых в 2009 году. Они гласят, что в торгово-развлекательных центрах зоны для детей должны находиться максимум на втором этаже. Хотя в свое время ныне закрытому парку разрешили поселиться выше. В 2016 году, перед началом проектирования и строительства парка, со стороны арендодателя нами были получены все разрешения и согласования. Возможности переехать на первый или второй этаж ТРЦ Сильвермойл не существует, потому что все площади заняты. Поэтому нами было принято решение выбрать иное помещение, соответствующее полностью всем нормам пожарной безопасности. Новое помещение располагается вот в этом торговом центре. Сюда детский парк переедет к концу года. Прежние ошибки учтены. Обустраивать развлекательную зону будут на втором этаже. Это нужно для того, чтобы в экстренной ситуации как можно быстрее покинуть здание. После трагедии в Кемеровском торговом центре, где погибли 60 человек, большая часть из которых дети, власти на федеральном уровне обсуждают ужесточение правил, чтобы размещать игровые только на первых этажах. По стране даже прокатилась волна ревизии. Прокуратура совместно с Министерством строительства проверяла расположение детских зон в торгово-развлекательных центрах. Ведь не секрет, что находятся такие площадки чаще всего на верхних этажах. Грешат этим и в Иркутской области. Каждый развлекательный торговый центр заинтересован в том, чтобы посещаемость была равномерная по всем этажам. И поэтому даже если человек приходит в зону развлечения, он должен пройти все этажи для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом. И даже если он не хочет сейчас совершать покупки, в будущем он увидел товар, который его заинтересует. Но за таким маркетинговым ходом может стоять потенциальная опасность и для детей, и для взрослых. Чтобы ее исключить, прокуратура и проводила проверки. В Иркутской области ревизии уже закончились. Итоги станут известны к концу недели. Но уже ясно, что вопросы по безопасности возникнут не только к закрытому детскому парку. Юлия Шенкарюк, Марина Минченко. Новости по будням.